Внимание! Валерий я! А! А! Тебя снимает дед Валерий. Как тебя зовут полностью? Вера Железова. Железова, так все правильно. Так вот, кто у тебя папа? Папа кем работает? По абрикосам, посаженцам точнее. Посаженцам, ладно, годится ответ. Что ты в руках держишь? Яблоко Жигулевская. Жигулевская. Ладно, так, друзья, это первое интервью будущего академика. Мы клепаем этих академиков, знаете как? Пачками. А дальше пойдет, когда школа номер 70 в Кемеровской области, в городе Кемерово, обучатся сразу сотни, а потом каждый выучит сотню, вся страна покроется сортами. А сейчас, Лерочка, давай так, смотри. Я включаю этот фильм. Ты должна мне ответить на один вопрос, потому что я до сих пор его не знаю. Внимание, давай слушать громко. А, ну-ка, громко. Громко. Я абрикосы хочу. Так взнимай же. Я тебе абрикосы хочу. Что делать-то? Ну, подержишь немножко. Осталось-то до июля. Первое абрикосы в июле. Так, кстати, а что ты ко мне это? Я дед уже. А ну-ка, кто это такой? Ну-ка. Саша. Саша. Ну. Ага. А это кто? Это папа. Папа. Вот к нему и обращайся. К нему и обращайся за абрикосами. Ясно? Смотрите, у нас тут есть абрикосы. А, погоди, громче говори, а то не слышно. У нас тут есть абрикосы. Покажи. Вот, вот его. Да ты его держишь же. Вот абрикосы. Ты знала или ты это, случайно? Это абрикос. Так, а теперь, Лера, смотри на деда и говори правду. Откуда ты знала, что это абрикос? Мы первый раз сделали за него. И ты, и папа, и я. Потому что... Вопрос принципиальный. Это что? Потому что я видела, что там маленькие иголки. А, 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 ага. А кто тебе за кое мог сказать? А я сама так думала. Да, кажется, мы не просто ребенка сделали с твоим папой. Вернее, так, по порядку есть это у папы. Но я вроде бы не лишний в этой команде. И так, младший состав пока... А, вот... А ну-ка, расскажи, кто у тебя еще есть в семье? Саша? Саша, папа и мама. Еще есть Саша, да? Ну ладно, короче так. Так, пока я тебя назначаю ответственный за абрикосы. Вот этот абрикос, который твой папа собрался спилить, как абрикос, который не должен показать никаких качеств. Почему? Потому что он не привитый. А я на нем вижу те же самые зимние пятнышки, как на Академике. Значит, что? А, папа, можно его спилить? Уж... А можно подождать, когда вырастут абрикосы? Так, папа меня может не послушать, может тебя послушать. Он сказал, места нет, садить некуда. Ну, что будем делать, а, коллега? При два. Давай. Сейчас мы его в зал уговорим. А если он не поймет это, то мы же делаем один сажен сны челлендж для него. Если он будет его прививать, мы как-нибудь этот абрикос, ну, сливу возьмем и польем. А папа напугается, и все это сделано. Мы его потом уговорим еще. Слушай, что такое челлендж? А, челлендж? Это прикол. Да? Да. Будем устраивать на даче летом абрикосный прикол. Ну, хорошо, ладно, не будем больше отнимать время у всех. Сейчас только, это я уже говорил не тебе, а всем, кто видит этот фильм. Вот. Это абрикос, сын манчжурцы. Номер неизвестный, просто один из сыновей манчжурцы. Ой, я чуть ли день не вел в заблуждение. Это я продаю сыновей манчжурцы. А Сергей выращивает-то с самого патриарха, ему же достаются сливки. Он первый собирает косточки с патриарха. Они самые заморозойкие в мире. И вот сейчас случилось чудо. Сегодня 22 февраля 2001 года, и мне, не укравляясь в носу, и мне позвонил товарищ, вот, фамилия его Немытов, а зовут Алексей Юрьевич, и сказал, что он имел длительную беседу с ученым, с самим доктором наук Ваулиным Александром Юрьевичем. То есть, может быть, он кандидат, а может быть, доктор. Я не следил за его карьерой, но то, что он исполнял обязанности директора Мясского института, и когда-то, лет 12-15 назад, он у меня выписал привитые абрикосы, немножко и много манчжульцев, и сегодня я получил подарок дню рождения... О, я заговариваю, как говорится, международному мужскому дню 23 февраля. А подарок такой, знаешь, что он мне сказал, Лера? Он мне сказал, что Ваулин находится в, так сказать... Вернее так, сыновья манчжульцев, которые достались ему в виде самосева от железа, показали лучшее качество, крупное, не крупное, но в смысле культурное, вкусное, и самое выносливое из всех, которое он испытал. Для меня это был такой подарок, что невероятно. И сейчас я жду от Ваулина, а тебе не теряется, что я говорю. А кто знает, может быть, где-то уже будет подсознание откладываться эти разговоры. Я постепенно тебя к себе перевоню, так же, как Тимошку. Ну ладно, короче, у меня праздник. В Ваулина мои абрикосы показали невероятную морозостойкость, невероятный вкус, и выдержали минус 7 градусов весенние заморозки. Вот, то есть предел, пределу нет предела. Вот и все, друзья. Вот такой у меня начинается, вернее, продолжается предпраздничный день. Вот. А самый главный мой подарок – это ты. Почему? Как ты сказала, что ты, деда? А, деда пушистик. Господи, все. Я на этом заканчиваю, а то еще кем-нибудь обзовет. Ты сказала, что дед самый любимый. Да. Да? Ну все тогда, спасибо тебе за эти слова. Теперь буду думать, что тебе на вашем арте-то подарить. Все, друзья, до свидания. Вот это вот абрикос. Если будет спасен, Сергей, он прагматик, места нет в садницу садить, деньги зарабатывать. Вот. Ну что, Лера, спасем вот этот абрикос. Тебя за язык не тянули, а сейчас откуда ты знаешь, что это абрикос. Ну все, друзья, пока. Пока-пока. Так, яблоко-то ешь? А я не люблю. А я не хочу. Не хочу, да? Такие яблоки не хочешь? Так, испортила всю съемку. Все, друзья, до свидания. А, надо не так говорить. Я заел и скажу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитрыанию DimaTorzok Продолжение следует...